Так, всем привет, доброе утро, да, всем здравствуйте, сейчас мы начинаем, начинаем мы трансляцию, вот так мы сделаем, все, так, хлоу, бонжур, доброе утро, все, я прилетел в Тиев и спокойненько начинаем, сейчас Мошек и Мясорубная смотрят, все уже привыкли к новому времени, то есть теперь будет по Москве тоже в 10, раньше было по Москве в 11, сейчас по Москве в 10, как в Киеве, значит все, в Киеве все время было в 10, а сейчас и в Москве в 10, так, всем доброе утро, шалом, так, хэппи мен о ом присоединился к нам, значит хэппи мен о ом, все, и мы уже прямо приближаемся к концу Мишли, и я уже задумался над тем, что мы дальше будем изучать, у меня есть два варианта, первый вариант, это, ну широширим, я не подиное чувствую, нет, это очень сложно, а есть вариант, книга Митсвот, есть Хефетсхайм, он составил те заповеди, которые актуальны в наше время, 77, 77 осталось актуальных повелевающих заповедей, и 177 запрещающих, и вот или, да, Good Morning from New York, или же мы будем изучать эту книгу, но возможно, что нет, то есть его мы точно должны изучать, но я просто думал, что это такая серьезная штука, что я хочу взять уравинов, таких есть парочка уравинов, таких прям реально знающих, прям у них взять как интервью, как соблюдать эти заповеди, потому что это настолько серьезно, что я один боюсь не потяну, то есть я там больше по психологии, по отношениям, а это именно заповеди, как правильно соблюдать, потому что если правильно соблюдать заповеди, это ты прям через заповедь соединяешься с Богом, или мы будем изучать вот эту книгу в таком формате, чуть другом, ну то есть я хочу брать интервью, а вот именно в таком формате, скорее всего, пертьевод все-таки, пертьевод, потому что без управления собой, или может быть Месилати Ашарим, есть такая книга, Месилати Ашарим, Путь праведный, как выйти на уровень, эта книга тренинг такая, как выйти на уровень пророчества, Роха Койдыш, как раз выйдем на уровень пророчества, то есть сделаем голосование, и я посоветуюсь тоже, вот или пертьевод, или Дер-Хаше можно, да, или Месилати Ашарим, Путь Праведных, я думаю Рамхаль, Месилати Ашарим, это будет бомба, да, или может Путь, ну решим, а пока мы должны закончить Мишли, у нас сегодня 221 урок, то есть у нас еще впереди есть, я думаю, уроков осталось 29, 30, 31 глава, 3, где-то еще 15-20 уроков у нас есть, время есть. Все, мы остановились на четвертом отрывке, четвертый был отрывок, что царь по суду установит землю в Иштрумот и Эрсена, то есть я на том уроке его коротко, мы чуть ее затронули этот отрывок, я чуть-чуть потом глубже углубился, смотрите, написано так, царь судом установит землю, то есть царская власть, она, чтобы все было по суду, царская власть, чтобы все было правильно по суду, то есть царь, у него есть армия, приказ, и должно быть все честно, круто и справедливо для всех одинаково, это должен делать царь. Выиш, Трумот и Эрсена. Значит, есть такое объяснение, человек, Трумот, Трума это то, что поднимается вверх, то есть когда дают, например, тздока, это сейчас милостыня, да, то есть то, что ты даешь, ну, помощь кому-то. А раньше, когда был урожай в Израиле, была Трумот, Трумот это то, что поднимали наверх, то есть то, что поднимали, и кто собирал все Трумот, коины, значит, и был первосвященник. Вот Малпин говорит так, что если даже есть справедливая, честная власть, но она не связана с духовностью, то есть если духовной нету в ней составляющей, то тогда все разрушится. Это очень интересная такая вещь, потому что, например, вот те же фашисты, чтобы стерлось их имя, да, они вроде бы все делали по закону, но их закон был беззаконный по корню своему, да, то есть если жизнь человека, она не связана с духовностью никак, и она не идет по правильным духовным путям, то тогда даже если все выстроено, вот прямо все у него по закону как бы, да, но сам закон не прикручен к духовному закону, то все равно оно разрушится. И вот это вот, и Штрумот, это имеется в виду первосвященник, он может все разрушить. Почему был второй храм разрушен? Знаете, это же было интересно. В первом храме за все время, за 420 лет было, по-моему, там 10 или 11 первосвященников, то есть каждый был на должности около 40 лет. А почему он был на должности около 40 лет? Потому что первосвященник, он в Йом-Кипур заходил в святая святых, и там он произносил полное имя Бога, и он заходил как бы в другую реальность, и он искупал все грехи еврейского народа и всего мира, да, потому что еврейский народ это как народ священника. И вот, значит, если у этого первосвященника была хоть одна неправильная мысль, если у него был какой-то грех, он сразу умирал прямо там же, то есть он не выдерживал этого духовного, его на веревке вытаскивали оттуда, потому что туда никто не мог зайти вообще, в эту святая святых в храме, и его вытаскивали на веревке. Значит, первый храм почему разрушил Бог за три греха? Три было греха, это идолопоклонство, это кровопролитие и разврат. Что значит, как такое может быть? С одной стороны такая высокая духовность, с другой стороны три самых страшных греха, которые, ну, считаются самыми страшными, да? Вот именно, что в этом мире все идет очень равновешно, ну, как бы идет все уравновешенно. И если одна сторона в святости поднимается очень сильно, то одновременно поднимается, чтобы была свобода выбора, поднимается вторая сторона усиливается. И когда человек, чем человек более святой, тем сильнее у него едется рара, злое начало. То есть, чтобы была честная всегда свобода выбора. Теперь, в то время, когда они были на высоком уровне святости, вот человек, что такое он на высоком уровне святости? Он прямо вот не так, как мы, мы сейчас чуть-чуть урок поучили и по своим делам пошли. Раньше человек утром просыпался, только так он сосредоточится, глаза закроют. Опа, и он уже в мире ангелов где-нибудь, да? Вот он в мире ангелов, а ему кто-то с утра на ногу наступил, да? И он понимает, что он сейчас ангела одного какого-нибудь, ангела-мстителя, разрушения, там он сейчас скажет пару слов и того убьет. Или он, у него такая сила благословения, что такая же сила и проклятие. Представляете, вот если у тебя есть сила благословлять, и ты же знаешь, что у тебя есть сила проклинать. Какой соблазн? То есть, идолопоклонство, это было знание и видение, они прям видели реально, как управлять миром. И вот они поднимались на ту высоту, и они выбирали, все время выбирали, ну, ради использовать знание о божественном, ради своих интересов. Разврат. Значит, у человека, у каждого есть физиологические потребности. Потребность размножаться, это одна из физиологических потребностей. То есть, если бы не было этих гормонов, то кому в голову пришло размножаться? Но кто бы вообще думал бы, кто бы додумался вообще до такой сложной комбинации, которую надо совершить, а еще ее надо запаковать как-то там цветами и так далее. Теперь, раньше у них была тяга к разврату невыразимо сильнее, чем сегодня. То есть, и они ее преодолевали именно своим самоконтролем. Но насколько была эта тяга к разврату, они сильно ее преодолевали, закрывали самоконтролем. То есть, и тот, кто мог это сделать, его как на пружине прямо бросало тогда в духовный мир. И он доходил до высокого духовного уровня. Но те, кто не могли ее преодолеть, то они просто видели там любой объект и все. Про того же Раби Акива написано, что как-то он... В общем, не помню это про Раби Акива, я помню про другого, это Абая был такой. Абая был такой великий раввин во времена Талмуда уже. И он, значит, увидел как-то в постоловом дворе, на постоялом дворе, увидел, что мужчина-женщина, они были незнакомы, но они о чем-то договариваются, и они как бы шли в одном направлении. И они утром вместе выходят. А он такой хотел их остановить от греха, и он за ними всю дорогу крался, чтобы если они вдруг начнут там грешить, он их, значит, остановит. И они дошли, он день за ними крадется уже, знаешь, они уже там к закату близятся. Они все идут себе, идут спокойно, да. И тут они дошли до развилки дорог и разошлись в разные стороны, им дальше было идти в отдельные стороны. И он остановился, сел и говорит, вот если бы я был на месте, я бы не удержался. То есть он как бы, его ецерара, его злое начало было настолько сильное, почему? Потому что он был на высоком духовном уровне. Понятно, да? То есть у каждого это по-разному. Теперь, и вот они, значит, в то время, во времена первого храма, значит, вот этот первосвященник, он мог все-таки быть чистым, потому что их всего было там 10-11 человек за 400 лет. Во втором храме, когда был построен второй храм, за 420 лет существования второго храма сменилось более 300 первосвященников. То есть они покупали эти должности. Должность первосвященника, это было как, ну вот, как сегодня стать президентом. Ну нет, я думаю, что даже попочетнее это было, да? То есть ты как бы главный, ты в храм заходишь. Они так к этому стремились, что эту должность покупали. Просто покупали, делали все, чтобы там выбрали и так далее. И они заходили, умирали, заходили, умирали, заходили, умирали. И все равно они шли, как люди за славой, за богатством готовы, готовы. Вот пишет кто-то свою, это самое, как сказать, интерпретацию, да? Кто-то пишет, что если мужчина любит женщину, это не разврат, а воля Божья. Вот так устроился. А если это женщина чужая, например, или она там замужем, то что? То нельзя. Хорошо. Значит, двигаемся дальше. Это был четвертый отрывок. Пятый отрывок. Вот сегодня мы идем, пятый отрывок. Гевер Махлик Аль Реегу Решет Порес Аль Пама. Значит, переводится так. Человек, который льстит своему ближнему, это как сеть растянутая под ногами. Значит, что имеется в виду? Во всех поколениях, все, кто обманщики, аферисты, аферисты, обманщики, потом, как они называют, совратители все, да? Они все начинали вот прям со змея, который к женщине первой обратился еще в раю, они все начинали с лестия. И это, когда кто-то льстит другому, что такое льстит? Он хочет ему специально сказать какие-то приятные вещи. Значит, чем отличается лесть от похвалы, например, или от благодарности? Чем отличается лесть от похвалы и от благодарности? Что у тебя есть льстит? Георгий, Махлик, Махлик, Льстит. Лесть это боец, боец, боец какой-то сдобитель. Лесть это, чтобы, а нет, но смотрите, лесть это то, что не соответствует действительности. Когда, помните, лиса, которая о Воронье говорила с сыром, вот, типа, у тебя голос такой, ну, спой там и так далее. Ну, понятное дело, что она сыр хотела, но даже ее похвала была ненастоящая. Тогда это лесть. Если похвала не соответствует действительности, это лесть. То есть лесть это то, что не соответствует действительности. В общем, здесь написано Геверг Махлик. Махлик это лесть ближнему своему. Он как сеть разбрасывает под ногами. Значит, как было раньше, ловили всех животных, как ловили. Животных ловили так, животных и птиц тоже. Значит, сеть, потом сыпали еду, еду, еду. Это животное или птица эту еду хватает, и сеть на нее падает. То есть льстец, скажем так, он, значит, это признак того, что он сейчас будет тебя в чем-то дурить, и он что-то из тебя хочет вытащить. Вот это вот смысл этого пасука, отрывка. Все, значит, но как определить лесть от похвалы или от комплимента, как определить лесть от комплимента, здесь не написано. Ну, давайте так, давайте изучать то, что написано. То есть написано, что тот льстит, это он выкладывает ловушку. Если вы поймали человека, который льстит, значит, он где-то что-то хочет с вас сейчас получить. Понятно, да? Значит, а ну-ка посмотрим, что веленцы тегаон. Ахунеф лехаверо, тот ханифа это лесть, местома роце леопило. Скорее всего, он хочет его, леопиль, это его уронить, как бы дословно, опротянуть. Поэтому он ему льстит. И сказано здесь ближнему своему это сказать, что даже если это ближнему он льстит, да, то есть это он не врагу какому-то и так далее. Значит, и это имеется в виду, что он его оправдывает в глазах человека другого, который говорит про него, что он сделал плохое и сделал грех. И тот, кто льстит, он его оправдывает. И это то, что имеется в виду на ближнего своего. Поэтому он как будто бы, он, ну, как будто бы он эту сеть под его ногами раскидывает. О, вот это вот сейчас объяснение, да? Потому что было чуть непонятно. Значит, смотрите. Например, Этан говорит мне, что Беньомин сделал что-то не то. А я, и он говорит, вот как Беньомин сделал что-то не то, там неправильно. Ну, к примеру. А я говорю, да ты знаешь, да Беньомин такой хороший, да он такой молодец, да он такой. И я начинаю про Беньомина говорить разные хорошие вещи. Казалось бы, я делаю хорошее дело, правильно? То есть, ну, я говорю уже про него хорошие вещи. Даже я хочу его оправдать в глазах Этана, да? Я говорю, да нет, он хороший, я даже что-то добавляю. Но по факту я в этот момент, когда оправдываю, видите, здесь написано ближнего своего, то есть не врага. Даже в этом случае я ему приношу вред. Понятная идея? То есть, еще раз. Есть... Лесть это неоправданная похвала. То, в чем нет основы. То есть, есть похвала, а есть неоправданная похвала. Теперь, если человек льстит... Вот тогда становится понятен этот отрывок, да? Потому что иначе было непонятно. Человек, который льстит своему ближнему, он ему сеть под ногами как бы выстилает. Возьмем пример. Если родители, они захваливают своих детей необоснованно. С одной стороны, они поднимают им уверенность в себе. Логично? То есть, да, но это как бы хорошо. Сейчас особенно это принято. Необоснованно хвалить человека. Ну, то есть, как бы, особенно ребенка. Но получается, что если этот ребенок... Мне много раз задавали этот вопрос, вот когда. Я не знал, как на него ответить. Но сейчас вот я буду знать, как на него ответить. Мне задают вопрос. Надо ли необоснованно хвалить там детей? Да? Или вообще людей. И потому что у меня все тренинги идут через похвалу. И эта похвала такая, чрезмерная похвала. То есть, я у людей, как бы, я помогаю им вырастить вот эту уверенность в себе. И мне говорят, не будет ли это потом плохо, что человеку ты его захваливаешь. Потом он выходит куда-то. И что? А его там ему говорят, слышишь? Вот, например, там прошел кто-то у меня тренинг ораторского мастерства. И он прошел тренинг, и там я его хвалил, и все хвалили. И вообще, он такой выходит, думает, что он умеет выступать. А он выходит, а ему все говорят, ну ты вообще, типа, выступать не умеешь. И что? Написано, что вот здесь, если идти по этому отрывку, то тот, кто так делает, он ему делает подставу. Тот, кто его необоснованно хвалит. Другое дело, что... Что такое основано, что такое необоснованно? Это другой вопрос. То есть, тут очень сложно провести вот эту грань, обоснованно это или не обоснованно. Понятно, да? Хорошо. Теперь шестой отрывок. То есть, любой человек, который как лидер, он умеет другому нарисовать картинку своего будущего, что ты будешь, что ты невероятно. Написано так. Мы учим сейчас Тору. Царь Соломон мудрейший из людей. Он нам сказал, это аксиома. Человек, который льстит своему ближнему, он ему делает подставу. Все. Он сеть как бы под его ногами... Под его ногами расстилает. То есть, из этого следует, что хвалить надо обоснованно за конкретные действия, которые реально обоснованы. А не льстить. Лесть это похвала необоснованная. Все. Вот тогда это становится понятно. Шестой отрывок. Шестой отрывок. Бэпэша ишера мокэш вэцадик ярун вэсамэах. Значит, пэша это такой грех. Пэша это грех, да? Но что такое пэша это грех? Это грех... Пэша это грех, да? Когда человек, написано, плохой грешит, он делает сам себе подставу. Вот так. Мокэш. Мокэш это делает себе, на чем спотыкаются. Препятствия. Бэпэша. Человек плохой делает себе препятствия. Грехом человек плохой делает себе препятствия. Вэцадик. Цадик это праведник. Ярун вэсамэах. Он поет и радуется. Давайте разберемся, что это значит. Значит, смотрите. Вот это вот очень понятно вписывается, что такое грехом. Человек плохой делает себе препятствия. Что посеешь, то и пожнешь. То есть, есть известная история, как на одной дороге жил такой орат, змей. Такой змей, который кусал и ядом людей убивал. Такой смесь змея с этим вараном. Это в Талмуде рассказывается история. И люди там ходили, он их кусал и они умирали. Теперь рассказали об этом Рабе Ханине. Рабе Ханина это был такой великий мудрец. И Рабе Ханина пошел к этому месту, нашел его нору и туда ногу засунул. Засунул туда ногу, а этот орат его схватил за ногу, укусил и умер. И умер. Он его вытащил из этой норы, принес его в дом учения в Бэтмидраж и говорит людям. Смотрите, говорит. Не змея это убивает, грех убивает. То есть, он был цадик, он был безгрешный. Он хотел показать, что человека убивает не то, что приходит уже как концовка, как расплата, а убивает то, что он делал до этого. То есть, его грехи. Что посеешь, то и пожнешь. Теперь, дальше мы учили, что награда за заповедь заповедь и наказание за преступление преступление. То есть, когда человек делает любое преступление, то оно создает корень следующего препятствия, следующего преступления. И рано или поздно вот это преступление на преступление, оно оп, его и накрывает и все. И заканчивается. Понятно, да? Например, человек едет пьяный за рулем. Преступление? Преступление. Его останавливает милиционер, он дает ему взятку. Преступление? Преступление. Едет дальше пьяный. Преступление? Преступление. Опять его останавливает милиционер. Опять дает взятку. Преступление? Преступление. Чем это может закончиться? Авария с несколькими, не дай бог, пострадавшими. То есть каждое преступление человек украл. Потом об этом, я читал одну историю, это вот просто показывает, как одно за другое идет. Вот. Один парень, значит, начал, он был из богатой семьи, я читал такую, как, он начал употреблять наркотики. Преступление, преступление. Начал он употреблять наркотики, начал воровать. Преступление, преступление. Потом кто-то узнал, что он ворует, воровал дома, воровал там, то есть покатился по наклону. Преступление, преступление. Потом он решил, отец ему сказал, что я тебе, там есть несколько сыновей, отец его пугал, что он ему наследство не оставит. Очень богатая была семья. Он подстроил, подстроил убийство своего отца, организовал убийство своего отца, убил, убил. Дальше узнала его девушка об этом убийстве, убил и девушку тоже. Потом узнала еще пару человек, убил и этих. То есть одно идет одно за другое, одно за другое, одно за другое. То есть, что здесь написано? Преступлением человек плохой делает себе препятствие на следующее. Что такое цадик поет и радуется? Цадик, он не делает преступлений. Он не делает преступлений, и он, значит, он, этот цадик, праведник. То есть он все время, вот есть ситуация, в которой есть, ну, всегда есть выбор у цадика. И цадик всегда выбирает делать по закону, по торе, по заповедям, никого там не обижать. Ну, то есть он делает вот конкретно, у него выбор только в одном. И он, потому он называется цадик, он выбирает, как поступать правильно по божественной раскладке. И что он все время поет и радуется. И даже если вы мне скажете, а бывает, что цадик, там, он страдает, например, бывает, возьмем, здесь такой цадик, Рав Шалом Аруш. Рав Шалом Аруш, вот вы можете погуглить, найдите, найдите, он цадик, он, значит, он болел, ему там плохо, ему ужасно. И он все время, он каждый урок начинает с песен, он болеет, он все, но он поет и радуется. Каждый урок он начинает с песен. И есть у него вот эта книга известная, сад благодарности, где он вот этот вот свой подход, он его как бы описывает точно, как он мыслит. И тогда действительно есть, у человека есть боль иногда, да, боль физическая. Боль физическая это боль, то есть она если болит, болит. Но как бы есть люди, у которых все время болит, да, то есть вот тот же Ник Вучич, у него все время болит. Вот многие думают, что у него рук и ног нету, это все его проблемы на этом закончились. Нет, у него помимо этого болит поясница, позвоночник. У него же это дикая нагрузка, то есть у него вот это вот туловище его, у него дикие боли все время, там, копчик, спина, ну и так далее. То есть из-за того, что он все время прыгает, он вынужден каждый день тренироваться. Это у него реально очень большие боли. Кто видел Ника хоть разу нерадостным, никто не видел. То есть есть боль, а есть страдания. Страдания это чисто психологическая история, когда человек страдает и волнуется, что с ним будет завтра, обижается на то, что с ним было вчера, там, ну и так далее. То есть он живет в мире страданий. И этот человек, он не цадик. Почему? Потому что цадик, написано, что он делает, поет и радуется. Все, цадик поет и радуется. Но как может цадик петь и радоваться, если он не делал преступления? А если ты делал преступления, то тогда у тебя внутри постоянный страх. А если ты не делал преступления, тогда у тебя внутри постоянная радость. Все, давайте подведем итог. Давайте подведем итог. Что мы сегодня узнали? Что те, которые на духовном уровне поднялись, они очень... То есть если ты делаешь правильно, но у тебя с духовным уровнем неправильно, то тогда оно разрушается. То есть правильные действия без духовной надстройки, вот это был четвертый отрывок, все разрушается. То есть если у тебя на духовном уровне неправильно, на физическом правильно, все равно здание не стоит. Это четвертый был отрывок, вывод. Вот. Пятый отрывок, что льстить не надо никому, и ближнему даже не надо льстить, и не надо никого оправдывать. То есть и себя тоже, естественно, что самый ближний. Ваавта лереха камоха, да? Реха это ближнего, то есть самый ближний человек это он себе, не надо себе льстить. Это есть известный анекдот, когда одна девушка такая приходит к раввину и говорит, Рэба говорит, вы знаете, вот я каждый день стою перед зеркалом, прям по полчаса не могу отойти, и говорю, боже, какая я красивая, какая я красивая. Это что, грех гордости, да, это я такая гордая? Он говорит, не, это не грех гордости, это заблуждение. Не надо себе льстить, другим льстить не надо, потому что этим ты поделаешь подставу им, да, иногда ты делаешь им подставу. Это был пятый отрывок, вывод и шестой отрывок, что когда ты делаешь грехи, проступки и так далее, это подстава на следующий этап. То есть ты сам себе что посеешь, что и пожнешь, делаешь подставу на следующий этап, а цадик, если ты делаешь все по торе, если ты делаешь все по божественным заповедям, ты можешь спокойно петь и радоваться, потому что у тебя подстав впереди нету, ты можешь надеяться, что Бог тебя вытащит из любой ситуации. Ты делаешь то, что Бог от тебя хочет, Бог для тебя сделает все, что угодно, потому что ты цадик, понимаешь? Все. Желаю вам огромных успехов, чтобы мы выполняли то, что учим и с Божьей помощью завтра встречаемся тоже в 10 утра, продолжаем. Напишите, пожалуйста, свои отзывы, ну не отзывы, а свои выводы, что для вас было, вот вашими именно инсайты, хедуши, это то, что вам и тхадеш, да? Все. Значит, удачи, успехов и благословения во всех хороших делах, потому что благословляющий будет благословлен. Я вам поэтому советую благословить всех участников этого занятия, потому что благословляющий будет благословлен. Все. Удачи, успехов всем, значит, всех благословляю, чтобы было здоровья, удача, богатство, гармония и все хорошо. Все, пока. Пока.